Друзья, мы сейчас находимся на самой верхней точке города Антижана, в Багишамале. И сегодня я хочу вам показать в выпуске, как сам Хаким города Антижана нас угощал в лобом. Сделал лоб для 250 человек в парке Новои. Это было очень интересно. Ну, поехали! Друзья, всем привет! Выпуск у нас сегодня не запланированный. С города Антижан. Мы приехали из Баги, мы сразу попали сюда, в город Антижан, по делам. К нам приехал друг вчера вечером. Сегодня мы пошли гулять в парк Новои. Идем такие, думаю, покажем, у нас достопримечательности, старый город, приходим, а там готовят плов. Плов на 250 человек. И, конечно же, я захотела вам его отснять. Значит, идем мы к плову. Тут нас зовут и приглашают садиться за стол. Те столы накрытые, они ломятся от еды. Подходит сам Хаким города и говорит, мне будет приятно, если вы с нами отведаете нашу Антижанского плова. И, конечно, Артем не пробовал плов. Вы сейчас увидите и Артема, и наш плов Антижанский в этом выпуске. Здесь, в Антижане, накрывают плов. Девзра. Обалдеть! Круто! Через пять минут уже будет готов. Пловчик. Все, здесь у нас драйсти. Накрывают столы. Вот такая вот красота. Антижанцы молодцы. Здесь у нас салат. Посмотрите. Обалдеть! Здесь все помогают. Накрывают. Да, спасибо. Спасибо, сейчас уже сядем. Здесь салаты повсюю раскладывают. Кормят всех желающих. Ну, посмотрите. Все сидим. Столы накрыты. Администрация города кормит всех гостей в парках. Парка Новои. Вот, посмотрите. Лепешки, клубника, конфеты, курочка, всякое мяско. Ну, такая красота. С праздником. Масло, да? Долта, да. Это масло в лепешке делают. Это, по-моему, знаешь, такое сливочное масло. Нет, не сливочное. Топленое, наверное. А, топленое, точно. Топленое масло. Что ты попробовал, Артем? Мед. Мед? Попробовал, да. Вот это не мед, это вот эту замазочку. Да. А, вот она, да? И топленое масло. Хочу, смотри. Давай, давай. Давай, давай. Хочу вот обратить внимание, знаете, вот эти вот красивые семечки. Да, они разноцветные. Как на Пасху делают. Да, да, да. И очень, очень оригинальный. Смотрится, смотрите. Вообще круто. Это мы пришли в парк погулять, а здесь накрывают столы вот такие. Ну, так, подберешь, так, смотри. Давай. Да. Раз. Два, три. На что похоже? На варенье. Нет, похоже. Ну, да, на варенье. На варенье. Но вообще, конечно, на мед. На мед, да, похож? Да, на мед. Сладкий. Спасибо. А это в честь праздника, да? В честь хаита делают? Нет, это хашар. Хашар. А, сделали уборку и сейчас кормят всех, кто работал, да, в парке? Здорово. Это администрация города, да? Да. Супер. А такое часто здесь бывает? Да. На праздники, наверное. Такое часто бывает после субботника, вот так вот, обед большой? Или нечасто? Нет, вчера, да, нечасто. Нечасто. Это мы попали случайно. Ну, вообще, субботники обычно проводят каждую субботу. Да. Сегодня на что? Сегодня у нас среда. Да. Да, получается, сегодня не просто плановый субботник, я такой, у нас сегодня субботник посвящен, вот, строительство этого парка, да? Да. А, здесь новое строительство? Нет, это не все. Новое что-то? Да, такая формика, да. Реконструкция парка, да. Вот через этого. Началось. Идрался, да. Надо же. Классно, да? Угу. Попробуй. Долту? Да. Давай. Здесь уже начали открывать плов. Да, иду. Плов открывает наш узбекский. Классно, да, иду. Да, да, иду. Да. Уже время, да, открывать? Да, открывать. Круто. А сколько килограмм здесь? 15. 15 риса. Это 15 риса, 15 морковки, всего по 15. Ой, класс. Вот здесь чайники носят, водичку, бойлеры. Целое мероприятие большое. Супер. Пару минут и будет открываться. Вот сейчас будет его перемешивать тоже будут, да? Пару, андижанский полу. Андижанский, с девзерой. Вкуснее вам? Бисмиллаху рахмуаллаху. Ох. Вот он. Красавчик. Казан большой. Все, сейчас будет раздавать. Вот так вот салаты раздают. Красиво. Так нарезали хорошо? Мелко. Спасибо. Сейчас будем пробовать. Вот первая косушка. Первая косушка всегда кому дается? Первая косушка гостям. Всех сегодня накормят. А на сколько это человек? 15 килограмм. На 250? 250 человек кормят. Обалдеть. Вот он, андижан. Понятно. Здесь все чай. Мужчины на раздаче. Полностью мужчины все раздают. И кормят всех, кто работал сегодня в парке. Субботник. Ну, такая вот у нас красота. Да, в парке Новои. Все раздают. Такой пловчик кормят. Класс. Вот сейчас начнут раздавать. Косушечки. Косушечки. Красота. Вот ребята разносят сразу. С подносом. Как мы вовремя пришли на обед в парк. Кто бы знал. Вот так вот все здесь происходит. Ёлки. Смотрите, какие ёлки. Вот. Семь. Вот с подносом. Сейчас будет на поднос все складывать и раздавать. Леди. Все? Иду, иду, иду. Сейчас. А можно вас вот так вот повернете сейчас? Девятьдесят две. Да. Да, слово. Класс. Класс. Ты видел, сколько у нас плова? Угу. Спасибо огромное. Сейчас мы будем нам первым, как гостям, дали попробовать. Нам первым дали, представляешь? Да, да. Вы всех подписали на мой канал здесь? Нет, еще нет. Вот, плов, лепешки. Полный стол. А ну-ка попробуем. Да, сейчас я буду пробовать. Апчем, давай, ты не ел, наверное, такой? Это да, первый андижанский плов. Попробуй, это девзра, специальный такой рис. Да, спасибо, спасибо. Девзра, салат, да? Девзра, девзра. Девзра, девзра. Все, дополнительные испорции. Другой скажи, он. Да-да-да, пробуй. Салат. Круто. Первый раз? Я ел. Он первый раз. Вот он первый раз. С Ташкентом и попали на такое событие. На что похоже? Ну, самаркандский есть, есть бухарский, есть ташкентский. Совсем другой, да? Вы считаете, что самый вкусный андижанский, да? Да-да. Все, все, где живет. Я, потому что блогер, мы постоянно ездим по областям и везде едим плов разные-разные. Да, сейчас я вам скажу, какой канал. Еще нам всем приятного аппетита. Ну-ка. Вот мясо кусочки. Баранина. Это здесь на баранин не готов. Девзра, морковка желтая и красная. Все как надо. Большие порции. А на каком маске готовят? Барани. А, на курдюке. А, на курдюке готовят? На курдюке готовят. Дума, на курдюке готовят. Курдюк, курдюк. Да, курдюк. А вы все работаете в администрации города, да? Да. Понятно. Вот так вот. Все, пути. Смотрите, тут уже Изабелла вовсю. Здесь тандыр, курица, писташки. Сем, ну как ты объелся? Да, вообще. Сытно? Да. Я поправился на 2 килограмма. За один плов? За один плов. Здесь бананчики, лимонады. И лепешки, смотрите какие. Солнышко. Да, вот эти. Ты видел с вот этими штуками? На свет. Как наши куличи. Получается, рядом администрация, Хаким и администрация сидит. И мы все. Вот здесь рядышком. Да? И елки. Класс. Артем вот доел, посидел, посидел. Я уже сказал, что в Узбекистане голодным не останешься. В Узбекистане голодным ведь не останется. Вот он здесь. А как вас зовут? Как зовут вас? Улькирбек. Улькирбек почистил Артему фисташку. Положил в ложку. И Артем поел плов. Плов с фисташкой. Как тебе плов с фисташкой? Класс? Да вообще просто отмена. Вот так вот. Плов и рис, и фисташки, и вообще все. Мы очень удивлены, поражены. Такого процедурства больше нигде нет. Нету, реально. А теперь продолжаем культурный поход, Артём первый раз в Антижане, короче ему повезло, сервнего десерт Первый раз у тебя Изабелла в этом году? Первый раз Изабелла в моей жизни А вас как зовут? Боря Боря, о! А меня Матина Мне Бахадир зовут Мур Боря называется, очень-очень удобно Вот, кстати, первый раз и уже не последний Ты, получается, Артём приехал вчера к нам в гости сюда в Антижан И вот первый раз в Антижане, и мы сразу пришли в парк И в парке нас накормили вкусным пловом Не оставили голодным Ну ты счастливчик, значит? Однозначно Да Однозначно Полин, а ты тоже давай как-то приобщайся Я, да А то ты всё, да-да-да, у тебя там плова нет Я наелась пирожные здесь, смотрите, какие с орехами А ты попробовал тандер-курицу? Да, да, поеду Да, очень шикарно На что похоже? Похоже на курицу в тандыре Вот так вот На курицу в тандыре Ну давай, Твои На моей объявшейся физиономии видно, что… Как мы вкусно поели Вкусно У меня аж губы, кстати, розовенькие Это Артём, друг наш, который первый раз в Антижане Мы здесь уже дней 7 Да, ну я здесь только со вчерашнего дня Да, со вчерашнего дня И сразу сам Хаким пригласил тебя отведать Ну не меня вечно, конечно Я просто как примкнувшись к делегации блогеров Вот к этой его делегации Вот И как бы мне вот подпортило И я так же отведал вместе со своими друзьями Прекрасный артежанский плов Ну ты удивлен, да? Из риса Девзера Девзера, да Вот И мы сейчас пошли дальше после вкусного плова Надо срочно пройти километров 30 Пройти? Не меньше Да И потом мы пойдем в Багишамал еще погуляем И поедим там еще Мясо, мясо в Тандыре Паша скажет Паша не хочет Поедим там Багишамалского Тандыр гост, да? Тандыр гост Тандыр гост Здрасте Вот такой будет фонтан А где он будет? Вот здесь О, вот здесь Прямо перед воротами Будет новый фонтан Да Уже начали, да? Копать? Да Вот так вот Через 20 дней Парк Новой Засияет новыми красками Жизнь Андижанская Деревья Да, да, да Сразу, да? Микроклимат другой Конечно, то, что работают вот эти машины, мешают Перфораторы Перфораторы, да Да И климат, конечно Мы сейчас Тот, который Поменялся, да? Да Вот Центральную аллею Полностью Обновляют Вот И скоро будет Новый обновленный парк Новой Мы дальше идем к птице Вот она Орел Видите орла? Да Там Раньше Под этим орлом Было кафе Всегда Там Мороженое Сели Да Здесь была вода Всегда В бассейне Дельфинов Не Дельфинов Не было Орел Конечно Разъясни Я думал Орел молодой Памятник какой-то Нет Это вот Красивый Смотрите его как разрисовали Ну как тигр Как тигр? Говорил как тигр Разрисован Смотрите, ну как это Фарк Приехали мы По Пишамал На наш знаменитый корабль Здесь открыт даже вход Внутрь Я не знаю что там Пошли посмотрим что внутри Идем прямо Я здесь еще не была ни разу Дельфины, дельфины Можно Здесь игровые Такие штуки Комната Поднимаемся Самое страшное Тут лестница По-моему Раз 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 Пять тысяч стоит подняться На корабль Детям очень Да, нам сделали бесплатно Детям очень-очень нравится Вот такая палуба Здесь вид 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 как с картинки Вот что Вот почему надо подниматься Посмотрите какой вид Вид гор Полей Красота Проходим дальше Идем 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 Погода сегодня потрясающая Для таких прогулок Акцем здесь Фотографируется И здесь Сама палуба Штурвал Ну классно Молодцы Я уже столько раз здесь была А действительно Смотри Фотостена Это реально клевая Не Клевая Фотостена Смотри Сейчас поднимемся здесь Еще выше И посмотрим что там Кайф Все Фоткаются Проходим 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 Дальше Дальше А вот здесь Вот кафе Здравствуйте Вот здесь вот так сделано Тоже все в стиле Марс Что Ну что Паш ты скажешь Как Лучше чем было Но можно сделать Лучше Если Подожди На все свое время Когда открылся этот ресторан Бассейн Да там все Бассейн Не знаю Ну вообще это да Это в свое время Да Кто у меня из подписчиков знает Как это было раньше Вы мне Пишите Да ребят Кто знает Когда это все было построено И в каком это все было виде Вы пишите Потому что интересно Интересно историю Интересно все читают Вот Какой здесь был этот корабль Что в нем было И были ли вы здесь в кафе Мы поднялись на самый верх Багишамала Люди отдыхают Вот Погода прекрасная Жарят шашлыки Машин Я столько машин Никогда на Багишамале не видела вообще Здесь как будто свадьба Классно что люди отдыхают Классно что Праздники сделали нам столько дней И мы дальше гуляем с нашим гостем Пабы Гишамал Для нас это одно из любимых мест Здесь всегда красиво Зелено Просто посидеть в беседке Уже круто Все жарят шашлыки Причем сами жарят Не покупают А делают На мангале Прям жарят Реально Кабинки Все кабинки заняты Ребят Мы идем в колесо обозрения Я конечно хочу в одной из кабинок Ну вот свободная А нет тоже не свободная Все кабинки заняты Народу много И еще больше Приходят и приходят Сейчас я вам покажу вид Сейчас так все зелено Так все красиво В Узбекистане вообще сейчас Прекрасное время для туризма Для отдыха Погода кайф Ветерок не жарко Вид отсюда Мы хотим пойти на вот это колесо обозрения Вот он вид потрясающий Наших Антижанских гор Артем, ну что, страшно тебе? Пока еще не так Мне кажется, что я постоянно падаю Мы на пробку все во ржи Через минуту эта песня будто клали Я не знаю сколько лет этому колесу обозрения Нет Нет, ну это да Наверное, со времен еще Советского Союза Со времен Советского Союза Судя по Да, по тому как По металлу, по крабу По строению Но если честно, мне страшновато Сюда садись Тогда Сейчас уже не надо Сейчас уже не надо пересаживаться И там очень опасно Сдувает ветром не только Вот еще Ветер, в принципе Ветер, в принципе Ветер 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 intерп calls приехали в кафе попробовать тандыр гост вот только достали только достали да здрасте ой вот эти колбаски и мясо хасыб какая вкуснотища ты видел артем такое когда-нибудь здесь уже свежие барашки уже режете да вы их а на хасыб а чё такое такое хорошее мясо вот а уже заворачиваю да в кишку вот режется класс до 2 барашка да все спасибо с праздником вас артем первый раз пробует лепешку я принесли горячую невозможно просто мы сытые после плова но невозможно просто и не попробовать нереально вкусно и мне говорят что это топленое сливочное масло вот эти штучки но я не верю поэтому ваши эти комменты ну как те лепешка на что похоже похоже на хлеб но очень вкусный горячий да еще горячий подойдет на сузьмой заходит просто на ура ну лед надо другая у нас здесь больше гастрономический туризм чем чем горный здесь в одежане ну-ка дай попробуем тоже сузьму мне подай пожалуйста вот так вот делают у нас все вот она сузьмушечка кто соскучился по сузьме и лепешкам пишите друзья и вот вот это интересно смотри интересный факт для жирных рук подают вот такие вот марлевые салфетки абсолютно чистые марлевые салфетки одноразовые одноразовые да не вот такие вот бумажные но они тоже есть но и даже говорят что ими вытирать жирные руки куда легче лучше чем бумажные такая вот сейчас проверим такая вот интересная да можно проверять как пользоваться салфеткой мяско принесли горяченько знаете хотел спросить у вас там же посыпать сколько если просто попробовать принести 200 грамм да да принесите он же такой не очень жирный вот давайте попробовать уже будет до чтобы завтра мы уже так понимаем завтра уезжаем сегодня вот последний заключительный праздничный праздничный ну как паша ты любишь да это мясо не вот такой вот у нас тандыр рука пересолю на давайте первый раз пробуешь скажи только правду янтандыр я не первый раз пробую конечно же но ты достану работе холодный на и на пробу умерти же нет не не теплый не горячий прорубки но мне прям интересно что-то скажешь да ваш мне какой-нибудь постный кусочек не соленый любил хуже правду правду с герой сейчас нас очень нежно это баранина говядина это барайна и она вообще без запаха это на самом деле это кстати да я вообще не люблю баранью которая пахнет мои подписчики говорят что баранина вообще никогда не пахнет что это не что баранина пахнет тем не менее я хочу сказать что очень многое заведением где она пахнет где она пахнет реально я не знаю почему может хранение плохое может что даже баллон старый барани не знаю подписчики мои поправят они скажут но очень-очень круто да значит вот она мяско с такими причем она очень и очень нежная вот так вот берешь его уже сейчас я одной рукой не неудобно а ты можешь мне разделить на кусочки пожалуйста с пашка разделить вот как она делится раз нам тогда вообще приносили да даже без жилок можно потому что не баранина была еще говядина есть ребят говядина вообще тоже бомбовская на скал барани вкуснее да но на нежнее ну говядина тоже была топчик здесь кусочку попробуем на плов переварился да нет еще зашелся на плов сверху на пол наукас принесет мою а вот хасы подается вот так ну позже вам не разнюю я тоже ни разу не пробовал очень вкусно с баранин сейчас попробуй база баранин да мы видели там как готовит спасибо вот это дай мне кусочек пожалуйста вот с мясом вот это я хочу даже я знаю уже какой хочу вот это вот смотрите какое мясо 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 ладно будем пробовать артем ну как тебе андижанская кухня может куда я от посыпал не ожидал то нет не ждал вот с ними поближе поспорить артем прям хочет похвалить похвали хочет абсолютно не пахнет ничем прямо вдоль вдоль до нерезь хорошего такого постного мяса жирком еще со специи вот так вот берутся мой все все завидуют я думаю тоже вкусно так что локация моем телеграм-канале ребят приходите в это место в андижане здесь всегда вкусно красиво здесь очень видите вот эти домики они делают атмосферу зелено кайфует артем не зря приехал не буду вообще не зря прогулка вас устроили но друзья не могла не показать вам такое мероприятие я сегодня не планировала снимать ну так сложилось думаю что было вам все интересно мы познакомились с хакимом города было очень 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 приятно вот такой выпуск у нас получился после дубаев еще у меня остались выпуски не успела смонтировать но первый будет этот и дальше вам осталось два выпуска про дубай хотела обязательно вам показать метро потому что метро будущего это нужно увидеть я обязательно выпущу еще выпуск про метро и про самый самый крутой пляж дубай кто не смотрел мои выпуски про дубай обязательно выходите на канал и смотрите мне там штук наверное 8 9 как мы отдыхали как готовили плов на берегу индийского океана не забывайте подписываться ставьте лайк и будем путешествовать с вами дальше пока пока